21 июня, дорогие друзья, а это уже завтра. Юным ханты-мансийцам, выпускникам этого года, глава города Максим Ряшин будет вручать золотые медали. Мы решили поближе познакомиться с выпускниками 2019. Сегодня у нас в утренней студии Степан Сирук и Елизавета Пашиловна. Ребят, доброе утро. Доброе утро. Выдохнули после сдачи ЕГЭ. Как все прошло. Так ли страшен ЕГЭ, как его молюют? Учителя и Министерства образования. На самом деле нет. ЕГЭ проходит спокойно, все организовано. Сейчас добавил спокойной, дружественной обстановки. Да. Наверное, самое сложное только уснуть в ночь перед экзаменом. Потому что есть все равно, даже если ты думаешь, что ты ко всему готов, какое-то внутреннее волнение не дает уснуть по несколько часов. Это когда ты на пятерке заканчиваешь школу, серьезно? А троечники, наверное, и не волнуются совсем, да? Ну, да. У них с психикой все в порядке. Лиза, вы как сдавали? Ну, примерно так же, на самом деле. Ты думаешь, что будет что-то страшное, готовишься к худшему, приходишь, смотришь на задание, и вроде бы все знакомо, и как-то успокаиваешься. Так, вот скажите, вы какие предметы, кроме обязательных, выбрали себе для задачи? Химия, биология. Так. Физика, информатика. А вот сейчас попробуем угадать, в каких направлениях вы собираетесь двигаться дальше? Медицина. Да. И, скорее всего, тоже что-то связанное с информатикой, Степан, да? Нет. А, не угадал. Так, сейчас подожди. С физикой? Ну, да. Ну, расскажите, кем вы мечтаете быть, вообще, в какие учебные заведения вы уже отправили свои заявки, и откуда ждете приглашения и одобрения ваших оценок? Заявки вообще начали принимать некоторые вузы только-только сегодня, а результатов по информатике и биологии у нас еще нет. Пока нет на руках. У нас был в один день последний экзамен, 13-го числа, и результаты придут где-то 27-го. Подождите, подождите, так это сейчас, вы еще не знаете, какие оценки у вас по этим предметам? Да, остался последний экзамен, узнайте, все. Но вы знаете, что теперь на два человека больше будут, сжав кулачки, ждать этих результатов вместе с вами. Какие вы можете дать советы выпускникам? Вот вы сдавали, вот кроме того, что, ну, понятно, это личное волнение, родители тоже наверняка сопереживали, да? Сильно. Какие советы? Вот как так, чтобы сделать так, чтобы сдать экзамен? Ну, с высоты своего знания и опыта, поскольку вы-то хорошо учились все эти 11 лет, наверное. Ну, я могу сказать, что не нужно очень быстро в ППК пытаться подготовиться в последние пару дней. Потому что это бесполезно? Да, лучше заниматься в течение, ну, там, года, полугода, по чуть-чуть, решая, там, ну, скажем, по несколько заданий или по одному варианту. А вот в последний день, в день перед экзаменом лучше вообще ничего не смотреть, а отдохнуть. Там, пойти погулять и какую-нибудь успокоительную таблеточку пилить снова. Пилить, чтобы пилить его счастье, это так лизать. Я как-то по-другому, я наоборот считаю, что весь год нужно размеренно готовиться, теория, все такое решать. Ну, Тетя, 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 тоже там сказал, размеренно готовить. Да, а вот в последний день я считаю, что нужно все-таки повторить. Что-то? Мне обычно бывает такое, что я повторяю, за день до экзамена оно и попадается, я счастливый человек, везучий. А правда, вы валерьянку-то принимали перед экзаменами? Нет. Нет? Зачем? Так, ладно, хорошо. А золотая медаль, кстати, она же какие-то бонусы дает при поступлении. Да, баллы при поступлении. А сколько? В разные вузы по-разному, например, в отдельных тех, которые хочу подавать, 10 баллов, в другой 2. В общем-то, такая разница. От 2 до 10. Расскажите немного о том, на что у вас кроме школы и учебы хватало времени в течение этого учебного периода? Ну, я закончила еще музыкальную школу. С отличием? Да. Так. Потом я много читаю, а вообще спортом занималась еще. Так что намного что хватает времени? Степан? Ну, я люблю погулять и на выходных где-то с друзьями пойти на какую-нибудь тусовку. Тусовку? Подожди, а вот что-то тоже, может, музыкалка, вокальные? Нет, я в искусстве не силен. Вообще не силен? Ну, так, спортом занимаюсь, а в искусстве нет. Слушай, Степан, ну, с твоим-то голосом надо на телевидение идти. Мне кажется, или на радио, как минимум. Доброе утро, дорогие друзья. Да, мы не говорили. А еще и на радио можно. Так, ну вот теперь скажите, какие у вас планы в дальнейшем? Я понимаю, что сейчас вы выдохнули, родители, наверное, тоже, да, хотя вот сейчас последний экзамен, да, дождаться его результатов. Кем вы хотите быть? Вот так, какие мечты? Когда вырастите? Ну, мы никому же не расскажем, хотя у нас трех миллионная аудитория, но это тоже все свои люди. Ну, хотя бы доучиться уже на врача и идти по этому пути. И потом просто лечить людей за деньги. Желательно. Степан, я планирую в науку пойти, буду ученым, скорее всего. Серьезно? Да. А скажи, у тебя уже какие-то открытия были, ну, хотя бы для себя? Ну, сам-то я пока ничего уже открыть сильно не могу. Так. Но так читаю научную там литературу для себя, я, да, открытия делаю. Делал такие. И скажи, вот если предел мечтаний, то это Нобелевская премия. Нет, такого мне, наверное, не светит. Степан, мне кажется, тебе надо чуть больше уверенности и оптимизма. Да, золотая медаль уже будет, а там горизонт. Ребят, мы, вот знаете как, относимся к тем людям, которые, невзирая на нашу молодость, никогда в жизни не говорят, молодежь нынче не та. Мы всегда говорим, это еще та молодежь. Поэтому мы вам желаем, чтобы оценки, которые вы ждете, были отличными. Чтобы у вас хватило баллов поступить именно в те вузы, в которые вы планировали, вместе с родителями, конечно же, поступить. И чтобы у вас по жизни всегда все получалось. Спасибо большое. Спасибо. Удачи. Спасибо. И вы теперь шагаете во взрослую жизнь сейчас. За скупая. Все, ребята, давайте, пока. Спасибо.